Добрый день! Меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере интеллектуальной собственности. Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы продолжаем серию обучающих видео об авторском праве в издательском деле. Очень часто встречаются ситуации, когда над одной работой, будь то научная статья, книга или монография, работают несколько человек. Такие люди называются соавторами. Подчеркиваю, не авторами, а соавторами. И в этом видео мы поговорим о соавторстве в издательском деле. Согласно закону Украине об авторском праве и смежных правах, соавторами являются лица, которые совместным творческим трудом создали произведения. В этом случае авторские права будут принадлежать в равной степени всем соавторам, независимо от того, произведение является собой единое целое или состоит из некоторых частей. Например, это единая цельная статья или книга, написанная из нескольких разделов. Например, три человека, будь то профессор, преподаватель и студент написали одну работу. Они будут иметь равные права. Авторские права в данном случае делятся на личные, неимущественные и имущественные права. Об этом мы более детально говорили в нашем предыдущем видео или право имею, все об авторских правах издателя и автора. И нет, у профессора не будет больше прав, а у студента меньше прав. Все соавторы будут иметь права в равной степени, если иное не определено договором между ними. То есть три соавтора могут собраться, обсудить ситуацию и прописать более детально условия использования произведения в договоре, и там права уже могут существенно отличаться. Разберем на примере. Наши три соавтора пришли в редакции научного издательства с просьбой опубликовать научную статью на страницах журнала или в интернет-издании. В данном случае будет заключаться договор. С одной стороны его будет подписывать редакция научного издания, а с другой стороны все три соавтора. И если хоть одной подписи одного из соавторов не будет, то это будет считаться нарушением, так как один человек не дал согласия на опубликование работы. Также, если между соавторами нет договора, где более детально прописаны условия, не важно, кто будет первым, а кто последним стоять при публикации работы, ведь все соавторы имеют равные права. Если вы хотите, чтобы ваша фамилия стояла первой среди авторов, то необходимо заключать договор с издательством, где вы будете детально прописывать условия публикации. Также соавторство делится на неделимое и делимое. Неделимое соавторство – это когда соавторы создают единую работу, которая не делится на части. Например, это научная статья без разделов любого объема, будь то одна страница, пять страниц или сто. В случае делимого соавторства можно выделить отдельные части, которые создал отдельно каждый из соавторов. Например, профессор написал разделы номер один и номер три, преподаватель написал разделы номер два и номер четыре, а студент написал пятый и шестой разделы. Каждый из соавторов может самостоятельно решать вопрос о использовании авторских прав на свой раздел. Например, профессор на первый и третий. Но в случае распоряжения правами полностью на произведение с первого по шестой распоряжаться правами будут все три соавтора совместно. И самое интересное, что же касается авторского вознаграждения. По законодательству авторское вознаграждение также в равной степени принадлежит всем соавторам. Но существуют случаи, где правоотношения также отдельно регулируются договором. Например, преподаватель и профессор посовещались и решили отказаться от авторского вознаграждения в пользу студента. В этом случае они все втроем заключают договор и все втроем подписывают его. Не пропускайте наши новые видео, следите за обновлениями канала, пишите ваши вопросы в комментариях или на электронную почту, которая указана в описании этого видео. И помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона.